О резком повышении цен на базовые виды продовольствия сегодня говорят по всей стране. Эту тему затронули и на пресс-конференции главы государства. В Чувашии выросла стоимость подсолнечного масла, сахара, макарон, гречки. Представители власти уверяют, что взяли ситуацию под контроль и мониторят рынок продовольственных товаров. Жалобы жителей не безосновательные. Цены действительно повысились и проверки торговых точек это подтверждают. В продовольственной группе товаров у нас самый существенный рост и самое высокое повышение цен практически среди всех регионов Поволжского федерального округа, за исключением одного, то есть на 13 месте. На 6,6% цены выросли именно на продовольствие. Понимаем, что у нас по продовольственной группе основная тематика это представленность федеральных сетей. Мы отмечаем, что такой рост цен связан в основном, наверное, с тем, что потребительское предпочтение и точка контакта потребителей является именно в федеральных сетях. При этом мониторинг показывает, что повышение цен на отдельные товары это не наценка торговых точек. Согласно мониторингу розничных цен, которые мы проводим еженедельно, уровень торговых наценок остается примерно изменным. И согласно информации торговых сетей, как они говорят, на рост цен повлияла цена закупки. Так отмечаем, что основные причины роста цен сахара, песка, масла, подсолнечного гречки, это основной объем указанных товаров, они являются ввозимыми, то есть поступают из-за пределов региона и зависят от цен производителей и поставщиков продукции. Также отмечаем незначительный рост транспортных расходов, использование сложных логистических схем поставки продукции. Подорожание яиц от местных производителей небольшое. Хозяйство списывают его на сезонность продукта и зависимость от цен на корм для куриц. Поскольку в этом году сильно увеличилась цена на подсолнечное масло, на жмыхи, на пшеницу, на кукурузу, не говоря уже о витаминной части, которая производится в Европе, либо в Китае, все это повлияло на рост себестоимости. Поскольку все эти ингредиенты являются основными в кормлении кур, предприятия сильно не повысили цен на яйцо, и в этом году мы за счет своей рентабельности пытаемся удержать цену. Рост цен на хлеб в республике удалось держать благодаря возмещению части затрат социально значимым предприятиям мукомольной промышленности по инициативе руководителя региона. Мониторинг всех продовольственных товаров будет продолжаться. Сейчас правительство страны работает над документом, который помог бы заморозить цены на социально важные продукты до марта 2021 года. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика.